Всем привет, уважаемые друзья! Тема упражнений в домашних условиях набирает широкую популярность. Я хочу выразить вам огромную благодарность за мою активную поддержку. Это мотивирует меня, в свою очередь, снимать для вас подобные видео. Проанализировав ваши комментарии, тема данного видеоролика напрашивается сама собой. Как в домашних условиях избавиться от головной боли и улучшить подвижность в шейном отделе позвоночника. Если в описании к МРТ у вас звучит такой диагноз, как нестабильность шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, различного рода дисплазии, и вы имеете следующие симптомы головокружения, шум уша, головную боль, частичную потерю зрения, так называемые церебральные симптомы. Тогда данный видеоролик для вас. Основной причиной вышеперечисленных симптомов является спазм мыс шеи и плечевого пояса. И медикаментозная терапия, это противовоспалительные и противоотечные препараты, зачастую ни к чему не приводят, а только наоборот усложняют общее состояние. Исходное положение. Вам нужно лечь на спину и подложить валик под шейный отдел позвоночника. Зафиксировать плечевой пояс, уперевшись ладошками в пол. Валик находится под затылком, вы закрываете глаза и делаете кивательные движения. Сначала запрокидываете голову назад, потом также опускаете ее вперед. Вдох запрокинули, выдох опустили. Механически воздействуя на мышцы шеи, мы устраняем вышеперечисленную симптоматику. В виде головной боли, шума в ушах, головокружений. С этого положения также можно делать повороты головы в стороны, задействуя больший объем мышц. Вправо, центрируемся и влево. Вдох, выдох, вдох, выдох. Данное упражнение вы можете выполнять с целью профилактики ежедневно и по необходимости, когда испытываете головную боль. По количеству повторений 15-20 вверх-вниз и также повороты. Оставляйте комментарии под данным видео, задавайте вопросы, я буду с радостью вам на них отвечать. Делитесь этим видео со своими близкими, тем самым мы вместе будем развивать данный контент. Лайк, подписка. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова